Вообще не хочу уезжать из Крыма, залож ты. Как здесь классно. Нравилось, да? Я тут как в своём доме жила, всё было душевно, по-домашнему. Боже, как можно выучить эту фразу, там просто какие-то обороты жванецкого. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие. С вами снова я, похититель ароматов. И сегодня у нас рум-тур. Рум-тур в моей квартире в Крыме, в Алуште. Моя квартира в Крыме, в Алуште. Добро пожаловать. Только купил неделю назад её у одной русской семьи, которая уехала. На объявлении было написано, что всё очень душевно и по-домашнему. Давайте теперь с вами откроем чакры и посмотрим, насколько же всё-таки это было душевно и по-домашнему. Так что, дорогие мои, подписывайтесь на этот YouTube-канал, ставьте мне лайк, ставьте комментарии, обязательно комментарии, репост, лайк с вас. Канал заработал, шутки шутятся, всем смешно, а вы, блядь, как не репостили, так и не репостите. Суки драные. Вот и всё, что я про вас могу сказать. И, конечно же, в Срэпру. Покупаем мерч на Срэпру. Мерч очень нежный, сексуальный и восхитительный. В Срэпунчик-рунчик. Хорошие мои. Золотые. Вот она. Это спальня хозяев. То есть, это спальня этой манды с такой прической, которая кричала по-домашнему. И мужика, который, говорю, нравилось, да? И они тут спали. Здесь их пот. Здесь их сальвия. Тут всё просто. Дорогие мои нежные куколочки, давайте изучать и смотреть, как жили здесь по-домашнему и совсем не хотели уезжать наши кацапские подруги. Значит, смотрите. Спаленка небольшая, да? Спаленка вообще небольшая. Всё сделано здесь по-домашнему. Вот такой вот мерзкий принт. Видно, что хотели с собаками. Панинская тема. Оказывается, это панинская русская тема. Она всегда присущая. Потом дополнительное зеркало у них. Для того, чтобы, я не знаю, по-домашнему. То есть, они вот так лежали, понимаешь? Как эти. Они лежали вот так. И в зеркале всё отражалось. По-домашнему. Значит, что ещё? Здесь идёт такой шкафчик-купе у них. По-домашнему. И он такой небольшой. Здесь у них такое креселка. И лампочка. Ну и водка. Мини-бар, конечно. Главный атрибут любой спальни в Крыму-Валужсе. Ну и здесь у нас такая финансовая дыра идёт. Какой-то мини-холл. Мини-какие-то сени. Сени какие-то мерзкие. Тоже по-домашнему. Значит, смотрите. Сейчас я буду быстро менять здесь интерьер. И очищать чакру этого... Я не знаю, как назвать. Ну, это ж... Боже, там кто-то прошёлся. Вы видели? Блядь. Отмотайте назад. Вот где-то... Там кто-то прошёл зеркало. Блядь, как страшно. Ну, с одной стороны страшно, да. Очень. Очень. А с другой стороны по-домашнему. Понимаешь? Так что, мои хорошие, золотые, давайте всё выносить. Ой. Роллтоном. Пахнет Роллтоном. Понимаешь? Это я всё выношу. Это всё засано. С самыми пятками. Значит, смотрите. Этих собак. Не выебанных. Я собираю, да. Выношу. Подушки я оставлю. Вот знаете... Мне что-то кажется, что подушечки я оставлю. Но они будут очень по-домашнему. Выбрасываем. Простынь. Это Алуштинская. Никому не всратая. Что это? Посмотрите. У неё был выкидыш. У неё был выкидыш. Когда была Бавовна в Крыму, у неё был выкидыш. Двенадцатая неделя. У неё был выкидыш. По-домашнему. Дома же был. Дома был выкидыш. Значит, по-домашнему. На Викенштейн. Так. Остались подушки. Вот это всё тоже. Этих страпоны тут не нужны никому. Я выбрасываю всё. Портреты Путина. Два портрета Путина у них. Вы понимаете? У них в спальне, где выкидыши были постоянно, висели два портрета Путина. Выносим. По-домашнему. Фу. Всё выносим. Чёрная карма. Чёрная энергетика. Чёрная карма. Чёрная энергетика. Чёрная карма. Блядь. Фу. Не могу дышать. Я не могу дышать здесь. Подам. Подам. С нему. Совсем не хочу уезжать из Крымой заложки. Совсем не хочу уезжать. Подам. По-домашнему. Жили здесь, как в своём доме. Так душевно. По-домашнему. Боже, какая в этом доме энергетика. Какая здесь энергетика. Класс. Это лучшая рекордская сделка в моей жизни. И так. Давайте под... Нужно ли зеркало? Я считаю, что это зеркало здесь не работает. Не работает. Вот, посмотрите. Полюбуйтесь. По-домашнему. Вон видно Аушкинский пляж. В зеркале. Хоть бы не рассечь себя ничего. Настолько всё душевно. По-домашнему. Какая здесь интересная энергетика для меня. В этом доме буду и Шуру снимать. И мукбанки. Будет моя крынская резиденция. Валужка. Ой. Очень переживаю. Знаете за что? Чтобы они ничего здесь не заминировали. Чтобы не было здесь никакой мины. Прям страшно брать предметы не мебели. По-домашнему. Вот этот рыжий стул. Жидкий. Нам не нужен. Здесь он не подходит. Значит. Выносим. Быстро. Вот эта лампа никому не всратая. Боже. Они наверное когда выскабливали ей выкидыш. Подсвечивали этой лампой. Так. Что мы имеем? Значит. Здесь в углу. Я с бара убираю два предмета. И давайте думать, гадать. Как это привести в порядок. Значит. Смотрите. Более-менее все стало так хорошо. Кровать мы оставляем. Здесь. Значит. И. У меня. Вот такое цветовое решение. Я хочу все делать. В этой спальне. Вот в таких оттенках. Это вот так. Это вот так. По-домашнему. Вот такая будет у меня штучка. Вот такие подушечки. По-домашнему. Все будет в таком прохладном. Подушечки две. Хочу прохладу. Хочу прохладу. Знаете. Очищение. Прохладу. Значит. Быстро. Вот такая мне нежная идет штучка. Это идет на матрасничек. Это идет такая хорошая пшетская. Да. Шикарная. Бязь. Очень дорогая. Посмотрите на оттенок. Какая шикарная дорогая бязь. Быстро заправляю. И вот так буду здесь. В Ялте-Алуште. По одной комнатке. Подготавливать. К осеннему сезону. Избавляться. От этой сатаны домашней. Понимаешь. И жить, и не тужить. Шикарный оттенок. Посмотрите, какой он шикарный. Как сразу заиграло в зеркале отражение. Вот именно с вот таким цветом. Прекрасный оттенок. Это утиное яйцо. Это вариация на тему цвета Тиффани. Понимаешь. Это нечто. Так, есть. Смотрим дальше. Unpackaging такой. Посмотрите, как заиграло. Ой, какой... Посмотрите, какой базурит. Обожаю. По-домашнему. Очень люблю быстро работать. О, посмотрите, какой паттерн. То есть, это что у нас? Камелия и какие-то голуби на камелиях. Работаем. Заправляем наши нежные вот такие. Смотрите, какая красота. Супер. Душевно. По-очкашнему. И сейчас мы за 20 минут приведем в порядок этот пиздос. Понимаешь? Это дикий пиздос. Боже, как хорошо. И даже вот это перило, да? Оно такого цвета мокрого асфальта. Как хорошо. Зарекомендовали себя. Вот эти подушки. Да? С вот этим мокрым асфальтом. И теперь давайте смотреть, как работают наши круглые подушки. Еще лучше. Еще лучше. Вот такие два блинчика взял. Очень душевно. Такие два блинчика. Это идет трепильская вышивка. Здесь трепиль. Чисто украинский стиль. Или украинский. Украина. Украинский стиль. Украинский. Боже, когда я уже вылечусь. И... 100 метров моего свадебного платья. Боже, какая красота. Посмотрите, какой кутюр. Это чисто полтавский рисунок. Это полтавщина. Слобожанщина. Прекрасные. Прекрасные украинские рукодельницы сделали. Так. Смотрим. Я люблю, знаете, не заправлять одеяло. А пока вот просто раскинуть. Ой, как хорошо. Как заиграло. Как эта красотка заиграла. Ты посмотри. И посмотрите, как я... Привет. Привет, моя хорошая. Как я засияла и заиграла. Шикарно. Подушечки вписались. По-домашнему. Откидываем всю эту поебень. Очень хорошо сделано. И у меня чистое одеяло. Потому что после всех этих слез... Пока. Мы должны с вами быстро... О-о-о-о. Одеялко очень хорошее. Одеялко прям... У-у-у. Блядь. Шик. Дорого-богато. Ну что ж. Принято решение. Заправляем. По-домашнему. Расстегиваем нашу красоту. Быстренько, нежненько. По-слабе-шпицке. Вот так. Раз, раз, раз. И... Будет самая красивая спальня в Волуште. Будете приезжать. Порубкувать тут. Хочу, чтобы такая была, знаете, кого сюда надо позвать? Людочку Москаленко. Её Людочка зовут? Мои любимые. Мои хорошие. Ось стала пориться. Ось стала пориться. В доме. Давно в доме не поралась. Свиньям дала. Коням дала. Всим дала. Зирочка моя квиточка. Родовые ловжа. И вот она я, знаешь. Быстро, быстро. Время идёт. Боже, за 30 минут буквально... Ленор буквально преображает бельё. Как хорошо. Это даже уже, знаешь, не по-домашнему, ой, бля, шик, а по-богатому. По-богатому. Бля, обожаю такое. Как радость надушевная. Ох, как классно. Расправляем везде эту красоту. А ну. Шик. Просто шик. Номер люкс, понимаешь. Но здесь очень такой... Ну, я буду застёгивать обычным способом. Тут немножко... Тут на пуговицах под одеяльник, да. И... Они предлагают... Таким ботайным швом застёгивать. Но для этого нужно время. И хорошо разработанная мелкая моторика, да. А я не хочу. Я хочу, чтобы всё так и оставалось. Значит, здесь было кресло, на котором никто никогда не сидел. Я к это кресло здесь не хочу. Оно мне не всралось. И оно мне здесь не надо. Если на нём никто не сидит, значит, оно тут стоять не будет. По-домашнему. Единственное, что... Сюда нужна какая-то классная лампа. Светильник один. Ох! Сейчас будем смотреть. То есть, задача перед нами стоит максимально сделать хорошую гиполергенную постель. Что не как, знаешь, грузины на палетах деревянных спят. Где посрали там и заснули, да. Чтобы это был шик шестизвёздочного отеля. Значит, смотрите. Кроватка собрана. Просто вам покажу, как промежуточный этап... Ой, тут на углу ещё чуть-чуть осталось. Сейчас. Не совсем, блядь. Не совсем по-домашнему. Ух! Вот так. Красота. Имею красоту в доме. А что? Этот цвет очень освежает. Он успокаивает. Такое, знаешь... Зелёно... Зелёно. Такая больничная. Боличный халат врача. Смотрим. Вот такие получаются у нас нарративы, да. Нарративы-мотивы. Такое, знаешь, дачка Анри Матисса. Значит, и... Что теперь? Это я сделала дачку Анри Матисса. Всё выносим. А-а-а! Как превратить свою грязную халупу по-домашнему в пятизвёздочный отель? Значит, я беру, покупаю дорогие полотенца. Вот это... Значит, уже по бирке видно, насколько это охуенный бренд. Это The Cotton Company. Посмотрите, это... У Шанель даже нет денег, чтобы такие ткани для своих пиджачков закупать. Это идёт вот такая полоска в две стороны. И вы не поверите, это лучший полотенце. По ощущениям, по тому, как вы его трогаете. И вы видите, что оно по цвету шикарно дополняет. Да? Шикарно дополняет. Да? По-домашнему. Что оно шикарно дополняет. Моё постельное бельё. Скручиваем... Скручиваем его в такой небольшой калачик. И... Как вам показалось... Вот. Есть. Есть контакт. Пусть вот так лежит. И... Я ещё взял... Уже похуже качество. Потому что то полотенце стоит, как вся эта спальня. Вы не думайте. И есть более такой... По цвету интереснее, ярче. Тоже мягость. По ощущениям... Ну, проигра... Ну, по цвету класс. Смотрите, какой нежный цвет. Тоже такая штучка. И... Формируем какой-нибудь калачик из этой красоты. Так радостно душевно. По ебашнему. Шик. И... Выносим. Мусор из хаты. Пыль здесь всё вытереть надо. Боже, какой красивый пошёл оттенок. Как же красиво здесь. По-домашнему. Так. И давайте решим с освещением. Здесь такая стоит тумба. Пыли. 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 Я иду назад, дорогие мои, не зубы. Ой. Так. Я хочу ставить здесь в угол свет. Вот этот угол самый темный у меня. Ой, слушайте, как классно. Видно? Не надо камеру... В общем, он в углу с этой стороны. И он будет отражаться к домашнему. Так радостно, душевно. Поочкашню. Мы его сейчас вот так поставим. И, внимание, мне хочется какого-то шика. Шиковизны, знаешь. Так. Вот такая шиковизна у нас. Хочется немножко разбавить эти больничные оттенки. Немножечко, да? Какими-то ништяками. о-о-о-о. И... Ой, какая красота. О-о-о-о. Чувствуете, как оно играет? Как оно играет в этой спальне. Вот такая шаль Луис Витонос. Здесь, значит, есть, смотрите, такой хороший оттенок. Что это он? Ну, как спаленка моя, вы поняли. Потом он переходит в такой сиреневый. Потом он переходит в бежевый. А потом на фиолетовом брендировании вырисовывается такой розовый градиент. Очень красиво, круто и важно в нашем тяжелом мире иметь такую штучку. И я хочу ее, чтобы вам было видно, набросить на этот, на эту лампу. Вот мне интересно, она будет работать или не будет. А ну-ка. Вот моя лампа. А, вам же нихуя не видно. Сорьки. Вот лампа, да? И я хочу сделать такой, знаешь, как в этом тупом фильме Присцила Королевы Пустыни или где-то, где они накинули тряпку на лампу и она сразу создала уют. У меня вот такой уют в стиле Луи Витон. этот поток никогда не сможет себе позволить ни одна московская ТС. Никогда. Уйди, посмотрите. по-домашнему. Боже, какая красота. И можно менять месседж. Понимаешь? И можно менять месседж. И слава Богу, что можно. А если лампу отвернуть? А если ее развернуть, то месседж становится еще интереснее. Душевный такой. Ну, в общем, такая пидорская заморочка. О-о-о-о! Охуеть! Заморочка пидорская, заморочка рабочая. Смотрим. О-о-о! Бля, это от одной тряпки столько радости. Вот что такое вы, витонщик. То есть, посмотрите. О-о-о!